Здравствуйте дорогой друг, на связи Николай Спиряев и в данном видео уроке мы с вами рассмотрим тему создания формы обратной связи в программе Adobe Muse Сейчас на экранах вы видите стандартную простую форму обратной связи которую мы с вами и будем создавать в данном видео Для этого мы откроем с вами программу Adobe Muse и для того, чтобы эту форму здесь вообще начать как-то создавать нам потребуется специальный виджет виджет форм могу сказать следующее, что в самой программе уже существует определенный виджет форм который вы можете использовать, этот виджет находится в библиотеке мини приложений вот здесь так давайте я вам покажу и находится он в папке формы здесь у нас есть два виджета подробный контакт и простой контакт в принципе они очень похожи, из простого контакта можно сделать подробный контакт играя с настройками но я обычно использую простой контакт то есть он такой вот универсальный виджет который чаще всего используется так давайте я сейчас его перенесу в рабочее пространство и покажу как все это дело выглядит то есть здесь у нас если посмотреть в настройках достаточно все интуитивно понятно первоначально у нас идет имя формы то есть здесь мы задаем какое-то название когда нам будет приходить какое-либо письмо отправленное с помощью данной формы то есть оно будет приходить с темой, которая у нас будет прописана непосредственно конкретно здесь далее адрес электронной почты это прописывается сюда тот адрес на который вы хотите чтобы эти заявки приходили следующий момент после отправки после отправки это то действие которое вы хотите чтобы происходило после того когда человек нажмет на кнопку отправить то есть по умолчанию стоит оставаться на текущей странице и здесь в этом случае будет просто информация о том что происходит ну давайте вам продемонстрирую так выделю форму изменю какое-нибудь состояние и вот что будет происходить будет вот появляться вот такой вот текст данный момент отправка формы либо форма отправлена либо ошибка не удалось отправить то есть это текст о том что происходит да с непосредственно с заявкой вашего пользователя так же вы можете с помощью данной функции создать какую-то дополнительную страницу и допустим да давайте сейчас зайду в план проекта создам какую дополнительную страницу допустим здесь будет у меня прописано спасибо за заявку да и могу очень легко здесь перенаправить человека на данную страницу то есть вот здесь выбираю страницу без имени и в этом случае да если при таких вот настройках человек когда нажмет на кнопочку отправить у него уже вот эти состояния появляться не будут его просто напросто перебросит на новую страницу где будет информация о том что вы хотите ему рассказать так это я закрою едем дальше дальше что у нас по настройкам здесь еще есть стандартные поля то есть это поля которые вы можете подключить дополнительно к тем полям ввода которые уже есть то есть это может быть номер телефона адрес captcha ну и так далее также вы можете подключать какие-то вообще ну и нестандартные может какие-то поля которые предназначены для других целей ну допустим вот однострочный текст вы можете добавить здесь прописать абсолютно все что угодно либо телефон либо email все что вам хочется можете добавить флажок можете добавить непосредственно еще одно поле для сообщения ну и есть еще вот такая вот галочка которая говорит о том что редактировать ли нам все эти поля вместе либо по отдельности то есть по умолчанию стоит галочка редактировать вместе поэтому изменяя какой-то один элемент в данном в данной форме у нас будет изменяться все элементы одновременно это на самом деле очень удобно так что касаемо этой формы вот стандартной формы которая находится в самом музе здесь есть определенные минусы в данной форме и основной минус заключается в том что вот это вот поле email а здесь совершенно никак нельзя удалить вот в рамках программы если какие-то другие поля вот допустим выделяем сообщение нажимаем кнопочку делит видите как бы мы удаляем данное поле то есть какое-то другое поле допустим пользовательский текст также мы можем легко все это дело удалить поле имейла же оно не всегда бывает нужно вот в нашем случае если мы посмотрим на наш пример у нас нет поле имейла у нас есть поле ваше имя и номер телефона поле имейла у нас нет вот в данном случае с помощью данной формы в рамках программы просто не получится создать такую форму потому что поле имейла просто не удаляется то есть нам данная форма не дает его удалить все это такой значительный минус удалить конечно все это дело можно но для этого придется выгружать выгружать сайт уже в рабочий проект и далее лезть в код там PHP и немножко корректировать это не сложно но как бы это муторно и создает определенные проблемы поэтому я рекомендую использовать несколько другую технологию да другой виджет он подобный его вы можете найти прямо под данным видео и скачать себе на рабочий компьютер давайте вам все таки покажу как он выглядит то есть находится он будет находиться в архиве forms заходите в forms и здесь вы увидите вот такой вот виджет все что вам нужно будет сделать это два раза кликнуть по данному виджету и он у вас добавится в библиотеку то есть не в библиотеку мини приложений где у нас находится стандартные виджеты программы а в библиотеку а в библиотеку в библиотеку у нас добавляются сторонние виджеты открываем библиотеку он у меня уже там добавлен так называется он у меня формы без емейла и выглядит он абсолютно идентично со стандартным виджетом я выбираю опять же простой контакт без емейла и перетаскиваю в рабочее пространство программы views то есть как видите он абсолютно идентичен данный виджет со стандартным единственное его отличие заключается в том что поле емейла мы здесь можем легко выделить и нажать кнопочку delete и оно у нас удалится то есть вот это как бы такое вкусное отличие данного виджета в остальном все то же самое так давайте стандартный виджет я удалю и оставлю для работы виджет установлен так теперь смотрим нам нужно два поля поле для ввода имени и поле для ввода телефона поэтому я могу абсолютно точно сказать что поле сообщения нам здесь ни к чему а нужно добавить еще поле номера сотового телефона ну вот вот так отлично в принципе мы на полпути к достижению нашей цели теперь что касаемо вот этих вот надписей то есть у нас над каждым полем есть надписи имя сотовый телефон да ну и какие то другие надписи могут быть я вам не настоятельно просто не рекомендую удалять эти надписи путем выделения и нажатия кнопочки delete по сути это конечно же здесь приемлемо вы можете выделить и нажать кнопочку delete но в этом случае смотрите что произойдет если я сейчас открою все это дело в предварительном просмотре смотрите то есть я кликаю в поле то есть у меня курсор встает в поле да но текст который внутри поля он не исчезает то есть он на самом деле должен исчезать если я покажу вам в примере видите да что текст этот исчезает и получается достаточно интересный красивый эффект здесь же в этом случае у нас текст не исчезает чтобы этого не было я вам рекомендую вот эти вот вещи не удалять а лучше выделить и замаскировать каким образом идем в текст и здесь выбираем цвет то есть бесцветный то есть убираем абсолютно цвет у шрифта далее идем в состояние данного элемента смотрим в каких состояниях у нас нужно еще убрать цвет шрифта видим что в состоянии ошибка у нас опять же появляется какой-то цвет этого шрифта поэтому мы в данном состоянии опять же обесцвечиваем данный шрифт тем самым мы получаем правильно работающую форму то есть если сейчас открою в предпросмотре теперь видите да что при нажатии при клике в поле у нас все работает как нам нужно следующий момент данные поля они достаточно узкие да и смотрится это но не совсем красиво во многих случаях поэтому очень часто нужно чтобы чтобы эти поля были высоту как-то пошире конечно же сразу первое действие которое хочется сделать это выделить данное поле и растянуть его вот на ту ширину которую нам нужно опять же где вот здесь это на самом деле тоже чревато чревато чем сейчас давайте немножко отодвину и продемонстрирую вам чревато тем что как видите текст который у нас стоял по умолчанию посередине при расширении таким образом нашего поля он у нас не выравнивается по центру данного поля а остается вверху данного поля то есть это тоже достаточно некрасиво и чтобы вот этого избежать давайте я вам продемонстрирую как это сделать как этого избежать для этого мы должны выделить поле поле ввода ну допустим пускай это будет видите имя далее пройти в инструмент текст и здесь воспользуется вот этим вот инструментом который задан в процентах то есть по умолчанию у нас высота сто процентов да если мы хотим в два раза увеличить данную высоту все что нам нужно сделать здесь поменять сто процентов на двести процентов тем самым мы увеличиваем высоту наших полей и как видите текст который находится в данных полях он у нас выравнивается по центру то есть это достаточно симпатично получается так теперь давайте я сейчас займусь непосредственно надписями которые здесь у нас прописаны видите имя я поменяю на ваше имя для этого я просто-напросто два раза кликаю в поле и здесь меняю видите имя на ваше имя далее выделяю данный текст и корректирую его под свои нужды например я ему сейчас изменю шрифт поставлю стандартный пт санс так поменяю немножко размером поставим допустим 24 пикселя цвет также поменяем давайте поставим какой-нибудь вот такой вот потемнее и уберу курсив так нажимаем вот сюда отлично теперь имеет смысл поиграться с состояниями для этого я кликаю на стрелочку и иду в состояние так смотрю как у нас текст будет выглядеть в разных состояниях так ну в ошибке видите да что у нас остался курсив поэтому курсив я здесь уберу ну и вот как-то так так с этим разобрались едем дальше дальше нам необходимо если смотреть на пример так давайте посмотрим ну нам необходимо создать скругление и ну даже наверное небольшой отступ текста от левого края сделать давайте сейчас это проделаем для того чтобы сделать скругление достаточно опять же выделить поле ввода и воспользоваться инструментом выше вот он инструмент этот просто кликаем на уголки делая их вот такими вот округлыми тем самым у нас поле превращается в округлое так ну здесь по поводу обводки можно ее оставить можно ее убирать все зависит от ваших предпочтений я ее уберу так и хотя нет я давайте оставлю обводку уберу заливку то есть делаю прозрачную далее иду в состояние и там так же играюсь так как мне нужно то есть настраиваю форму под свою красоту так ну вот примерно примерно так так отлично так так же немаловажный момент так как мы с вами элементы подписи до полей мы оставили поэтому обращайте внимание на то чтобы вот эти вот элементы подписи не залезали на саму форму то есть видите да что вот данный элемент он у меня на саму форму не залезает то есть если вы будете перекрывать данным элементом форму то может случиться такой момент что человек захочет ввести что-либо в вашу форму но не сможет потому что там будет стоять ваш невидимый элемент то есть имейте это в виду и старайтесь не допускать этих оплошностей так по поводу вот подписи давайте я сразу ее тоже выровняю и изменю так кнопочку я сделаю повыше выровняю ее по центру вот таким вот образом вот таким вот образом видите да загорается у нас вот такой вот вот такая синенькая стрелочка которая символизирует нам о том что наша кнопка сейчас стоит по центру к нашим полям ввода так 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 по центру здесь вот я кстати не изменил текст меняю ваш телефон так и подписи состояние формы так чуть чуть пониже ставлю и здесь также можно играться непосредственно с данным текстом сделать его нужным шрифтом нужным цветом нужным размером и так далее естественно текст данный можно поменять то есть форма получена как-то грубо звучит можно написать заявка ваш или ваша заявка получена так получена отлично это состояние успешно отправлен идет отправка у нас здесь отправка формы так ну я здесь выравнив все это дело опять же поменяю шрифт цвет шрифта беру курсив так у нас убрать здесь так ну и можно прописать не отправка формы а отправка заявки так отлично следующий момент ошибка отправки здесь также можно поиграться с данным текстом поставить нужный шрифт нужный нам цвет нужный размер выровнять по центру ну все как бы простые такие действия так с этим есть остается у нас только кнопочка с кнопочкой все достаточно просто есть два варианта вариант первый сделать кнопку с помощью инструментария самого уже мюза либо уже добавить готовую кнопку из фотошопа я сейчас воспользуюсь вторым вариантами добавлю готовую кнопочку из фотошопа сделанной в фотошопе данные кнопочки я уже подготовил они будут находиться в дополнительных материалах данного видеоуроку поэтому при желании вы также можете их скачать так но для начала я подготовлю там кнопочку так удалю текст он мне не нужен потому что в этом случае так ну и сделаю побольше вот этот вот этот элемент немножко побольше здесь здесь уберу заливку вернее обводку заливку это мы делаем в стандартном состоянии далее смотрим состояние курсора над кнопкой здесь также убираем заливку смотрим чтобы не было обводки так опять же нажата кнопка мыши убираем заливку и идет отправка убираем заливку отлично теперь идем опять же в стандартное состояние идем в заливку то есть кликаем по ссылочке заливка и нажимаем на кнопку на ссылочку добавить после этого выбираем папочку где у нас лежит наша кнопка у меня кнопка лежит как бы в папке данному видеоуроку и здесь есть два изображения кнопки два изображения для разных состояний первое состояние стандартное называется кнопка bt я выделяю данное изображение открывали его так выравниваю по центру здесь вот положение оставляю подгонку оставляю исходный размер и подгоняю так вот здесь немножко можно это сдвинуть и подгоняю вот этот блок в котором находится наша кнопка под размеры нашей кнопки так вот таким вот макаром ну примерно так так опять же выравниваю мою кнопочку так как мне нужно по центру относительно наших полей ввода далее идем в состояние курсор над кнопкой и добавляем изображение которое предназначено для данного состояния так у меня это изображение следующее bt hover так добавляем здесь в принципе уже подгонять ничего не нужно потому что мы все подогнали под первоначальную кнопочку так в состоянии идет отправка здесь также я поменяю данное изображение на bt hover так есть так ну вот как то так давайте мы сейчас это дело просмотрим в браузере как это дело выглядит у нас будет выглядеть будет вот таким образом ну честно говоря если сравнивать с примером да то у нас поля значительно по ширине уже поэтому мы можем немножко здесь данные поля стянуть так открываем программу muse и выделяем поле и уменьшаем его в размерах допустим вот до таких размеров можно уменьшить допустим до размеры до размера кнопки так сейчас я подгоню под кнопку ну вот так вот вот так вот будет хорошо замечать следующий момент вот я заметил что в разных состояниях у нас обводка идет разным цветом поэтому я сейчас обводка непосредственно поле ввода поэтому давайте мы сейчас это дело исправим обрати внимание сейчас какая водочка у нас стоит первоначально первоначально у нас стоит обводка так ну непонятно какая давайте вот это вот поставим так это белая так давайте я поставлю так вот здесь пропишу в таком формате добавлю этот цвет в палитру так чтобы он у нас был и далее иду по разным состоянием здесь выставлен нужный цвет так вот здесь у нас цвет видите меняется на темный лучше выставить стандартный такой как он нужен нужен конечно же вы можете играться выставляет тот свет в разных состояниях которых вам интересен но я поставлю по своему вкусу так замечательно теперь все будет выглядеть гораздо интересней следующий момент который я бы тоже здесь подправил я бы немножко подвинул вот эти вот тексты в нашей форме немножко вправо как это сделать очень просто мы выделяем наш текст какой какой-то из в одной из полей идем инструмент текста и здесь с помощью вот этих вот инструментов отступы то есть мы можем с вами сдвигать эти вот название допустим с помощью вот этого вот инструмента мы с вами можем сдвинуть название допустим на 10 пикселей все это иногда нужно поэтому как бы имейте в виду данный инструмент так ну и еще что можно по форму вам сказать по сути форму уже у нас работает хорошо так единственный момент здесь я немножко вас обманул так давайте я опять же выделю текст и отступ сделаю не с помощью данного инструмента а с помощью вот этого вот инструменте к который ниже левый левое поле называется так вот с ним все будет хорошо делаем предпосмотр да здесь все замечательно что еще он не сказал я не сказал то что вот как сделать вот такой вот вот такую маску да видите вот здесь у меня примере стоит вот такая вот маска которая позволяет вводить определенное количество символов то есть определенное количество цифр и вот как ее вот эту маску здесь сделать на самом деле делается очень просто с помощью опять же специального виджета данный виджет вы найдете опять же в дополнительных материалах данному видео уроку выглядит он вот так вот маски input здесь как бы он устанавливается в двух вариациях есть у нас здесь к нему и инструкция конечно же но я сейчас все это дело быстренько вам расскажу и покажу то есть первоначально вам необходимо кликнуть два раза мышкой по вот этому вот виджету он у вас установится в библиотеку программами usa и далее давайте ее сейчас библиотеку откроем найдем данный виджет вот она перетащим его в рабочее пространство выглядит он достаточно просто состоит он из двух частей первая часть информация разработчики вторая часть как раз таки настройка данного виджета по настройкам что здесь важно знать то есть символ маски ввода то есть это тот символ который будет у нас так сейчас эту давайте страничку быстренько обновлю чтобы показать все это дело заново так это тот символ который будет находиться вот непосредственно вместо цифр моем случае это нижнее подчеркивание да то есть я здесь поставил то есть я обычно ставлю не тире нажимаю shift и тире и получается нижнее у такого черточка нижняя маска ввода это непосредственно сколько цифр у нас должно быть то есть и как они должны выглядеть непосредственно когда человек кликает в поле конечно же мы можем здесь изменить допустим семерку плюс 7 можем изменить на 8 в этом случае у нас будет не не вот такой режим плюс 7 а здесь будет стоять восьмерка ну я все-таки поставлю плюс 7 потому что это правило хорошего тона да так и что касается айди где его взять вот как раз таки вот это айди она отвечает у нас за вставку вот этого вот вот этой маски где взять данные айди давайте сейчас рассмотрим для этого мы открываем опять же наш проект в браузере кликаем левой кнопкой мыши в поле ваш телефон далее кликаем правой кнопкой мыши и нажимаем просмотр кода элемента у нас выделяется строчка которая непосредственно кода которая отвечает за данное поле и здесь вы можете увидеть следующее как бы следующую штуку штуку такую да айди равно виджету 202 нижний нижнее подчеркивание input так вот именно вот это вот айди нам и нужно я два раза кликаю по вот этому названию виджету этой 202 далее копирую так копирую иду программу muse открываю настройки маски и вставляю это дело вот сюда все теперь нам остается установить вторую часть виджета которая находится в папочке асэст асэдс если правильно обозвать да или асэс асэдс здесь у нас находится скрипт который мы должны добавить для передачи в программу adobe muse как это сделать очень просто заходим файл мы находим здесь такой пункт как добавить файлы для передачи и находим папочку где у нас лежит этот самый скрипт так у меня лежит урок формам и тут так и вот открываем асэст выделяем данный файлик и нажимаем кнопочку открыть все теперь можно переходить проверки работоспособности нашей форму control shift и я открываю нашу страничку в браузере и как видите все у нас работает что же дорогой друг на этом все благодарю вас за внимание хорошего вам настроения и хорошего дня пока пока